Объезд мы начали с районного центра Славянска-на-Кубани. Скоро начало курортного сезона, поэтому центральные, гостевые улицы города должны быть красивыми и ухоженными. По словам специалиста общественно-социального центра Надежды Корюк, каждый день рабочие по благоустройству выкашивают от 30 до 40 тысяч квадратных метров территории. В первую очередь это обочины дорог, парки, газоны на центральных улицах, объекты социальной сферы, школы, детсады. Однако в нынешнем году графики покоса нарушились из-за погоды. Дождь идет и погода у нас, видите, как бы теплесова, хорошая температура, поэтому трава растет очень быстро, поэтому приходится вместо одного раза или два раза в месяц. Вот на Таманской армии мы выкашивали три раза силами подрядчика, и постоянно поддерживаем здесь порядок. Почему? Потому что достопримечательность города. На улице набережной газон хорошеет на глазах. Двое рабочих укорачивают траву до нужных размеров. Прекрасно смотреть на свой труд. Поворачиваться назад и посмотреть. Выкашивать траву в городе начали 18 апреля. 16 бензокос и 2 газонокосилки числятся только за общественно-социальным центром, который занимается благоустройством. Плюс еще техника подрядных организаций. Словом, силы и средства в борьбе с зарослями есть, но и мест, где нескошенная трава напоминает тропики, по-прежнему остается немало. Например, северный парк города. Одну часть которого выкосили, а другая утопает в пышной зелени. Дополняет контрастную картину то, что касается и санитарии, и культуры одновременно. На лавочке возле детской площадки следы недавних посиделок. Остатки роскоши после распития спиртного. Хотя урна для мусора находится буквально в двух шагах. Несмотря на то, что практически во всем городе идут работы по покосу травы, некоторые предприниматели, видимо, не торопятся наводить порядок на своих территориях. Хотя за это они могут поплатиться рублем. Это у нас промзона, где некоторые руководители предприятий, допустим, если они не выкашивают свою территорию, значит, направляется санитарный инспектор, который выписывает предписание. Если они не выполнят там указанные сроки, не выкасят свою территорию, значит, там налагаются штрафные санкции. Следующий наш маршрут – протокское сельское поселение. Это территория при въезде. Видно, что ее косить начали, но дело до конца не довели. Непонятно только по какой причине. В центре хутора Барониковского ситуация куда лучше. Всюду видны свежие следы покоса. Объем работ большой, а техники не хватает, говорит исполняющий обязанности главы поселения Сергей Щербина. То, что у нас имеется одна роторная косилка и один трактор, который должен еще план вывозить мусор из бытового мусора от населения, то это очень большая проблема. Покошены все детские площадки покошены. Покошена территория ДЮС США в Барониковском. Часть обочин покошена, даже часть тех обочин, которые практически должны обрабатывать ДРСУ. Но так как они являются лицом нашим, то мы вынуждены этим заниматься. Это уже Петровское поселение. Обочины основных дорог покошены. Но стоит проехать немного дальше, как перед взором открываются совсем непривлекательные виды станицы Петровской. Детская площадка. Малая форма для досуга юных петровчан в хорошем состоянии. Чего не скажешь о территории вокруг. Внутри площадки покошено, а снаружи так и остались травяные джунгли. Следующий объект – Забойское сельское поселение. Видно, что участок при везде скашивали, но трава уже успела вырасти. Прямо напротив въездного знака покосившийся полуразрушенный забор, который явно не украшает внешний вид поселения. В центре поселка в районе многоквартирных домов жужжат матокосы. Трое рабочих ежедневно очищают от зарослей все населенные пункты Забойского поселения. Чем больше, тем лучше, уверена Анна Коломиец. Поэтому она никогда не подсчитывает объемы своей работы. Вот вчера мы как вдвоем с косильщиком, немножко у нас энтузиазм появился, такое рвение трудовое. Вот от больницы начинаю, вот до столба все скосили, все заребли. Много это или мало, я не знаю. Но было у нас трудовое рвение такое. Рабочих рук не хватает. И хотя есть ставка для еще одного посоля, желающих работать физически за небольшую зарплату нет. Зато есть пышные луга в главном сквере поселка. По словам директора Забойского центра Нина Гончар, на данный момент в поселении выкашено около трех гектаров травы. Трактор у нас, значит, троторкой ходит по обочинам. Сегодня вот поселок Забойский, мы будем все обочины дорог обкашивать. Завтра будем обкашивать, запланировано у нас хутор Солодковский обкашивать будем обочины дорог. После завтра у нас хутор Деревянковка, так как у нас три поселка в поселении. Вот, и следом, значит, будем обочины обкашивать, следом будем обкашивать пустыри все, потому что у нас сельское поселение, пустырей много, конечно. Хочу отметить те дома, которые создали ТСЖ в своих домах. Эти дома более добросовестно относятся и к территории, прилегающей к дому. Понятно, и в доме они хозяевами себя чувствуют. Одно ТСЖ приобрели даже себе газонокосилку, и вовремя все скашивается, вывозится трава. Последний пункт нашего объезда – Кировское сельское поселение. Центр хутора Голицын. Наведен санитарный порядок в районе Фонтана. Эта достопримечательность появилась в поселении недавно. Рядом парк, стадион и спортивная площадка. Везде выкашено. Это что касается центра. А вот на периферии картина другая. Заросли травы на обочинах дорог и у придомовых участков. Практически во всех поселениях, которые мы посетили, работала техника по покосу травы. Но ни в одном из населенных пунктов нам не встретились жители, которые бы очищали от сорняков свои придомовые участки. Никакого оживления не было также и у торговых объектов. Хотя предприниматели, руководители предприятий и организаций обязаны содержать порядки прилегающей территории. Видимо, в этом направлении руководство поселений не дорабатывает. Конечно, до идеального порядка пока далеко. В поселениях района еще есть над чем работать. Но главное, чтобы эта работа делалась, что называется, на совесть. Ведь привлекательный внешний вид города, станиц и хуторов создать не так-то просто. А вот испортить его может любая мелочь.